Возможно, это было преступление. Ну, вот распад Советского Союза. Элиты, продажные элиты, соблазненные Западом. Я думаю, больше всего виновен Михаил Сергеевич. Элиты, соблазненные Западом. Америка виновата. Конечно. Уничтожить государство. Показать, как же красиво на Западе. Что вы такое несете вообще? Подтверждают акт про возглашение независимости Украины и 9,5% нет. У народа не спросили. Украина была частью Советского Союза. Путин угрожает войной. Ничего, мне все равно. Поэтому я заявляю, я такой-то, такой-то. Короче, против войны. Конечно жалеть буду. Ну, я считаю, что это гражданская война у вас идет. Да я не думаю о плохом. Ну, зачем думать мне о плохом? Слышно меня? Да, слышно меня. Слышно? Ну, вас тоже слышно. Наконец-то. Это у меня тут были проблемы, честно говоря. Почему-то на чат рулетки не включался звук. Вопрос есть к вам. Ну, если смогу, давайте попробую ответить. Володин сказал, что в декабре нужно выяснить вопрос, почему распался Советский Союз. Да, интересная тема. Я с ним согласен. Как вы думаете, почему? И для чего сегодня поднимать именно этот вопрос? Почему вот сегодня этот вопрос актуален? Ну, он всегда был актуален. Распалось государство, а по каким причинам, никто не знает. Ну, я тут только на стороне Володина. Как бы, не совсем понятно мне. Ну, распалось государство и распалось, и что? Ну, что значит? Возможно, это было преступление. Возможно, люди, которые виновны в распаде этого государства, на сегодняшний день, ну, допустим, занимают какие-то посты. А разве и вот развалился Советский Союз, государство это развалилось, разве это плохо? Ну, ведь у людей не спрашивали. А когда спросили, оказалось, что люди были категорически против. Ужас. Так это значит плохо. Это плохо получается. Это проявление демократии, господин Олганский, вы же знаете. Это получается плохо или хорошо? Ну, вот распад Советского Союза. 80% украинцев были за сохранение Советского Союза. Да вы что? Кошмар. Почему же не сохранили? Кто же его развалил, как вы думаете? Какие же причины? Вот поэтому Володина хочет разобраться в этом вопросе. Ну, как-то давайте ему поможем. Попытаемся мы с вами разобраться. Давайте, давайте. Давайте. Как вы думаете, почему же он распался? Элиты, продажные элиты, соблазненные Западом. Я думаю, больше всего виновен Михаил Сергеевич. Элиты, соблазненные Западом. Америка виновата. Соединенные Штаты. Коллективный Запад. Ну и Америка в том числе, конечно. Ну можете, ну я как бы вам даю возможность высказать свою мысль. Вы можете мне объяснить, что они сделали это плохо в чьих интересах? Кто был заинтересован? Ну блин, вы же блогер. Они были, ну слушайте. Ну у вас есть время, я пока не знаю. Я понимаю, что у вас, ну, вы своему зрителю разжевываете все от А до Я. Ну по-моему это логично, это понятно. Нет? Я ведь назвал, кто виновен, ну, по каким причинам это произошло. Ну что еще вам объяснить? Или ваш зритель, ну, он не понимает таких вещей. Ему надо как-то разжевывать. Коллективному Западу нужно было уничтожить Советский Союз. Зачем? Чем мешал Советский Союз коллективному Западу? Это не только идеологическое, это классовое противостояние. Какое? Классовое. Вы забыли, в Советском Союзе. Классовое противостояние между какими классами? Советский Союз это было государство рабочих и крестьян, а коллективный Запад это буржуазный мир. Буржуазный мир очень был недоволен миром рабочих и крестьян. Они же бастуют, да? Требуют себе оплачиваемый отпуск. Там, по уходу за ребенком, декреты. Ну вообще, сволочи. Понимаете, вот Советский Союз такие вещи навыдумывал, да? Там, садики. И приходилось же делать это. Поэтому была четкая задача. Уничтожить государство. Показать, как же красиво вот на Западе. Уничтожить государство, чтобы не было садиков? Нет, чтобы были более... Ну вы лицемерите, господин Луганский. Я никогда не говорил, чтобы не было садиков. А чтобы что? Чтобы больше зарабатывать. Чтобы больше зарабатывать. Кому? Буржуаз. Чтобы буржуазия во Франции больше зарабатывала, нужно было развалить Советский Союз. Совершенно, наверное. Что вы такое несете вообще? Откуда у вас такое в голове? Всеукраинский референдум был проведен 1 декабря 1991 года. На вопрос, вы подтверждаете акт провозглашения независимости Украины? 28 804 071 голос. Да, подтверждаю. И 3 087 671 голос нет. Итого 90% с хвостиком подтверждают акт провозглашения независимости Украины, и 9,5% нет. Украина с превеликим референдумом, с превеликим удовольствием. На референдуме подтвердила при великим удовольствием. После провозглашения акта о независимости. На первом референдуме. на первом реке народ украины как и народ советского союза проголосовал это было до провозглашения независимости кто считал голоса коммунисты а кто это же было до до акта провозглашения после того как парламент страны провозгласил акт о независимости был проведен референдум в украине без литвы и латвии в эстонии без таджикистана узбекистана поскольку это вообще не касается никого без чечни дагестана якутии бурятии и всех вместе там республик саха и так далее это касается исключительно украины когда у украинцев на территории украины в девяносто первом году 1 декабря спросили вы подтверждаете акт провозглашения независимости 90 целых 32 сотых процента людей которые пришли проголосовали дали свой голос сказали да подтверждаем все ок поэтому советский союз развалился без в ни у кого не спрашивал народ украины поддержал акт провозглашения независимости в порядке откройте информацию почитаете ее давай но открывайте все украинские референдум девяносто первого года проведен 1 декабря очень интересная тема по поводу акта о государственном суверенитете украины читали ли вы этот акт англии мы не закрылись на эти мы сейчас вернемся к этому мы с вами не закрыли тему вы год аргумент подождите ваш аргумент прост у народа не спросили а я говорю что народ поддержал возможно вас угу возможно все украинские референдум 91 года 1 декабря девяносто первого года открывайте все украинские референдум все украинские референдум 1 декабря 1991 года всесоюзный референдум зачем мне всесоюзный референдум нафиг он не может подождите ну зачем вы меня перебивать так причем здесь все украина была частью советского союза и выходить кто считал эти голоса там же очень подождите секундочку вы уточните вы уточните все союзный референдум проводился в таджикистане узбекистане во всех республиках советского союза верно в каких конкретно почитайте давайте состоялся 17 марта 91 года в каких республиках было 15 до каких украинская учите из украинская верно ставить ударение украинская литовская латвийская эстонская молдавская армянская грузинская не принимали не принимали то есть это был не всесоюзный референдум позвольте это был не всесоюзный референдум не все республики почему не все республики приняли участие вы не не даете ответить вы боитесь ответить ваш народ народ украины высказывался на этом хорошо тогда зачитайте вопрос какой был вопрос на референдуме вопрос на референдуме какой давайте зачитайте считаете ли вы необходимым сохранение советского союза и как обновленная федерация равноправных суверенных республик который в которой что что давайте что что будут гарантированы права и свободы человека любой национальности ну и что же вопрос и украина причем здесь независимость там же нет не шла речь про независимость там не идет речь про независимость республик латвия литва эстония не принимали участие почему о сохранении советского союза и украина украинцы граждане украины проголосовали за это был не всесоюзный референдум это был вопрос о сохранении советского союза если бы спросили а смотрите а разве вариант а разве был второй вариант смотрите вы Вы выступаете либо за сохранение Советского Союза, либо за независимость Украины. Вот тогда был бы хороший референдум. Да не украинское, украинское. Принимало участие в этом референду. Граждане Украины, они проголосовали за сохранение Советского Союза. Это неправда. На самом деле, как это неправда? Да потому что это не всесоюзный референдум. Это не всесоюзный референдум. Отсутствие голосования на этом так называемом референдуме во многих республиках Советского Союза. Отчего ушел? Не хочет поговорить? Отсутствие голосования на этом так называемом референдуме. Нескольких республик, которые входили в состав Советского Союза, говорит о том, что Советского Союза на тот момент уже не было. Его не существовало тогда. Все. Почему этот референдум не проводился в странах Балтии? Латвия, Литва, История. Почему? А на референдуме 1 декабря 1991 года, который провели честный и спросили поддерживаете ли вы независимость Украины? Да, 90% людей, которые приняли участие, сказали да, поддерживаю. Здорово. Ну че, может быть у тебя какая-нибудь история есть угарная или что-нибудь? Меня хочешь спросить о чем? Да, начитался новостей перед тем, как в четвертку зайти. Прям как-то аж тревожно, если честно, спать. В смысле? Путин угрожает войной. Да не матерись только. Будешь материться, переключусь. Не матерись. Ты же интеллигентный человек. Ну просто решил так сказать. Не, не надо. Взрослые люди могут и без этого. Давай, расскажи. Ну мне кажется, ну это какой-то ну такого нет. Зачем так думать? В смысле такого нет. Ну это же новости. Путин угрожает применять военно-технические средства в ответе с Соединенным Штатом. Все ты взял, только из-за новостей. Агентство Reuters об этом сообщило. Цитирует Путина, который говорит о том, что будет применять военно-технические средства. Что это означает? Да, ну не матерись. Ну что ты материшься? Сложно материться? Я так не считаю. Вот лично, ну... Смотри, смотри, мне где-то уже порядка месяца два все говорят так. Ну многие, ну не все, в смысле многие. Говорят, Андрей, да не будет никакой войны. Я говорю, окей. Я согласен... Погоди, а ты как считаешь? Я говорю, я считаю так, что нужно готовиться. Для того, чтобы ее не было, нужно ее избежать. Нужно готовиться. Готовиться, конечно, надо. Да, но просто мне говорят, Андрей, войны не будет. Я говорю, почему? Они говорят, ой, знаешь, вот я так считаю, не будет и все. И закрыли тему. Потому что вот увидишь. А я говорю, что это позиция неправильная, неверная. Это как зарыть голову в песок и наде... Или как когда ребенок закрывает глаза, а тут убийца идет. А он боится, закрыл глаза и думает, что он его не увидит. Короче, старина, я могу сказать, что я вообще согласен с твоим мнением. Ну и правда, непонятно, что будет дальше, да? Так, а чего вы от нас хотите? С другой стороны, ты прав. Ты прав, да. А чего тогда вы от нас хотите? Как вас понять? Зачем тогда эта война нужна вам? Лично мне, как бы, ничего не надо. Ну я не спрашиваю лично. Я же тебя вижу впервые в жизни. Это че-то рулетка. Ну и типа, россиянам, России, вашей стране, вашему руководству. Ну, Россия украинец, ты россиянин. Я спрашиваю, что вам России от нас нужно? Россиянам от украинцев, российскому правительству от нас, Путину от нас, я не знаю, вам всем. Зачем эта война? Я не знаю, я не знаю. Мне Украина не нужна. А ты против войны или не против? А, ну я, конечно, против. Нет, серьезно, я против войны, для чего это надо? А как ты высказал свою позицию о том, что ты против, чтобы все об этом узнали? Да никак не высказал. Я же, ну, короче, население стран, население стран воюет только, когда на них нападают. Ну, по факту. Ты что, пойдешь воевать, что ли? Поясни, не понял. Ты против войны или не против? Ты говоришь, я против, но ты как-то высказал свою позицию, чтобы об этом узнали все окружающие, люди вообще об этом узнали. Я, короче, никак не высказывал свою позицию. Ну, потому что, да для чего, мне все равно. Нет, если тебе все равно, то получается, что ты не против. Ну, нет, я лично, я против. Это лично мое мнение. подожди, смотри, нет, смотри, если ты против, то ты говоришь, ты говоришь, смотрите, так, я заявляю всем, вот война, возможно, про нее все говорят, но я против нее. Поэтому я заявляю, я такой-то, такой-то, короче, против войны. Официально записал видео, где-то про это вообще сообщил, говоришь, я против войны с Украиной. Я не поддерживаю возможное нападение на эту страну. Короче, я тебе могу, ну, давай, ну, хорошо, я тебе скажу. Давай. Я, я, у меня даже мысли не было этим заниматься. Почему? Да для чего это надо вообще мне? Вот для чего это надо? Значит, ты не против. А чей Крым, как ты считаешь? Хочешь считать, словно, украинский. Мне интересно, твое мнение. Я считаю, без... Нет, сейчас... Хочу, не хочу. Смотри, сейчас Крым в составе Российской Федерации, значит, он, ну, российский, русский. Ну, есть у людей мнение, что это оккупированная часть Украины, соответственно, он незаконно. Да, короче, не важно, не важно, не важно. Но есть факт. Факт есть? Ну, что он оккупирован? Да нет, что он в составе Российской Федерации. Кто этот факт подтверждает? Документы есть? на Крым? Нет, население. Какое население? Население Крыма. С чего вдруг? Ну, по крайней мере, я когда там был, и, ну, и жена у меня два раза туда уже летала. В сороковых годах, в сороковых годах, например, Киев был оккупирован гитлеровской армией. И там выдавали аусвайсы, документы в том числе, да? То есть, если ты приезжаешь в Киев, то получается, что Киев, это Германия? старина, короче, если ты считаешь, если ты считаешь, ну, Крым, ну, забран, забран, там, допустим, нами, ну, как-то нечестно, или что-то в этом роде, ну, возьми автомат, да иди воюй тогда, я не знаю. То есть, ты хочешь войны? Да не хочу я войны, но если ты, я, короче, я с тобой, ну, у нас два мнения, ну, если ты хочешь говорить за всю Украину, ну, говори тогда, лично я за всю Россию, как бы не говорю, лично мое мнение, мне все равно, хочешь, если ты хочешь, как бы взять автомат, идти воевать, ну, иди воюй. Понял. Вообще, что, старина, я, короче, желаю тебе удачи, ну, всего тебе хорошего на твоем, не знаю, личном, творческом пути, там, ну, саморазвитии. А ты думаешь, если война будет, тебя не коснется и твоей семьей война? Ну, если что-то серьезное будет, конечно, коснется. А ты не думаешь, что если ты сегодня не выступил против войны, то ты несешь ответственность за то, что ты не против на сегодняшний день? То, что ты внутри себя против, это всем фиолетово. Если ты не высказал позицию против войны, то ты несешь полную ответственности, что ты не против. Ну, если с этой точки зрения подойти, ну, наверное, да, зря Я не голословен, да, в этом плане. Ты не будешь потом жалеть об этом, если это коснется твоей войны? Ну, твоей семьи война, если коснется. Ты не будешь жалеть о том, что ты ничего не сделал против войны? Нет, конечно, старина. Нет, конечно, старина буду жалеть. А ты бы не жалел. Ну, конечно, жалеть буду. А на Донбассе что происходит? Там говорят, что это Луганск, Донецк. Сегодня обстреляли оккупационные войска. Станицу Луганскую снаряд попал в детский сад, прям в детскую игровую комнату. Блин, ну, конечно, это... А ты вообще откуда, с какого города? Из Луганска я сам. А, из Луганска? Ну, ребят, вам мне вообще не позавидовать. На полном серьезе. А что же происходит? Что это за война? Кто с кем воюет? Ну, я считаю, что это гражданская война у вас идет. Разве не так? Ну, ведь Моторола, Гиркин-Стрелков, Бородай. Бородай сейчас, кстати, стал депутатом Государственной Думы. Он был главарем так называемой Донецкой Народной Республики. Они же граждане России. То есть, получается, какая же это гражданская война, если вооруженные силы Украины воюют с гражданами Российской Федерации? Так они там живут. Эти люди же там живут. Нет, Моторола из Ростовской области. Гиркин из Петербурга. Да. Бородай из Москвы. Они там не живут. Мельчаков ваш. Он из Питера. Они там не живут. Ну, что я тебе могу сказать? Какие мазохисты тогда? Любители как бы скухой жизни, наверное. Кто мазохисты? Ну, как ты говоришь, Моторола, Борода. Это ваши. Это ваши. Они россияне. Как я об этом и говорю, вообще дичь творится. А технику, которую им поставляет Россия, разве это гражданская война? Короче, ну, в плане техники, мне кажется, это хороший бизнес. Ты думаешь, они платят за технику? Ну, конечно, все равно бесплатно кто будет что делать? Россия. Так сказать, Россия щедрая душа? Не. Ну, думаю, вряд ли. У тебя есть дети? Да. Тебе не страшно? Да я не думаю о плохом. Ну, зачем думать мне о плохом? Да и в принципе, зачем вообще думать? Это да. Согласен. Так легче, наверное, живется. Это ты из какого города? Я с Питера. Короче, старина. Ну, если подытожить наш разговор, ну, вообще нежелательно, чтобы была какая-то война. Ну, а вообще, ну, чтобы скорее это все разрешилось. Как оно может все разрешиться? Ну, блин, придет какой-нибудь президент у вас, ну, толковый. Ну, в плане Зеленского, я думаю, ну, это полная чухня. Ну, блин, ну, выберите нормального... Толковый президент. И что надо сделать, чтобы войны не было? Ну, ехать, наверное, в Донецк, Луганск, что-то договариваться с ними о чем-то. С бородаем? Ну, блин, либо... Короче, у вас, у вас два варианта. Ну, по факту, вот сам подумать. У вас два варианта. Либо взять и всех там, ну, перестрелять, либо, как бы, ехать договариваться. Ну, других-то вариантов нету. Ну, это же факт. Как ты думаешь, можно ли заточить пробку? Ну, либо ты еще... Хорошо, хорошо. Взять нож... Ты что, ты все время находишь в войне там... Нет, смотри, вот есть нож, есть пробка. Можно ли при желании вот заточить пробку, чтобы она стала острой? Ну, вообще, как бы пробка мягковата. Ты все хочешь пробкой проткнуть кого-то? Ну, как ты думаешь, можно или нельзя? И почему нельзя? Почему пробка не опасна? Вот, ну, попробуй себя, уколи пробкой. Да, ну, я об этом и говорю. Для чего это вообще надо? Да, вот, а что тут и две, наверное, не помогут. А если две пробки? В смысле? Да не получится, в смысле две пробки. Это с пробками, это мягкие, мягкие, мягкие. Да, просто пробка, она не острая. Да ты никого не заколешь, пробка, это пробка. Почему? Здесь только, я не знаю, в глаз запихает. Потому что пробка... Какая? Ну, это мягкий материал. Правильно. Противоположное слово, слову, острая. Какая пробка? Тупая, что ли? С этой стороны тупая? Да, она тупая, она со всех сторон тупая, понимаешь? Да к ножичкам ты все равно это можешь как бы сделать. Ты острие... Вот не получается. Даже если, ну, напрячь какие-то усилия, то не выйдет. Она все равно будет тупая, как пробка. Тренаж, давай я тебе по этому... Твердые руки, наверное. Чтобы затачивать. Чтобы у тебя это получилось. Это бесполезно, короче. Если просто пробка уже такая тупая, это бесполезно. Она не заточится. Я пробовал много раз. Ну все. Бесполезная затея.